Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет, хорошего дня, солнечного настроения У нас настроение солнечное, это, наверное, самое главное Почему солнечное? Вот я, насколько знаю, что буквально недавно вы уже со своей творческой командой закончили работать над клипом самым свежим Давай о нем немного поговорим Что это? То есть я знаю, что это на песню Вильна А детали расскажи, вот как это все было Ну, буквально вот в прошлом месяце мы отсняли клип Песня Вильна, это для меня такой эксперимент, это танцевальный трек Самый позитивный в моем репертуаре Вот, такая электронная музыка И хотелось, вот когда я создавала эту песню, хотелось просто хорошего настроения Вот когда у человека есть какие-то желания, мечты, наверняка у тебя это тоже есть Ты тут откладываешь, это на потом, вот там собираю больше денег, вот там будут люди Всегда, да, еще чуть-чуть заработаю, потом поеду Да, да, и куплю квартиру, поеду отдыхать, еще что-то делать, там сменю работу или там найду еще что-нибудь Вот, то есть мы все время что-то откладываем И у нас вот какие-то такие рамки строятся в голове Мне захотелось создать какой-то такой трек позитивный, танцевальный, которым бы вот был такой позитивный посыл Что нужно вот эти все рамки отодвинуть, вот вообще нет никаких преград Ты можешь все делать, вот как белый лист, как маленький ребенок, он встает и он просто идет, просто пробует горячая сковородка Ага, насколько она горячая То есть он пробует, идет, ну то есть у него вообще нету каких-то тормозов И это классно, потому что вот когда ты не знаешь, насколько это все сложно, то вообще реально все абсолютно И об этом, потому-то и вильно, да? Да, вот ты вильно, ты можешь все загадай в думках, излетай на чептах, наяву я смогла вильно Ну я хотела попробовать вот как бы сама идти к своей мечте и вдохновлять тоже людей, чтобы у них тоже все получилось И я планировала как раз что-то вот, должно быть что-то светлое, позитивное Вот, получился как раз такой трек И вот когда искала режиссера к клипу, искала какую-то такую интересную идею, которая бы вот вдохновляла на какие-то перемены Или просто вот было буйство красок Вот, и я нашла Тараса Голубкова Это молодой украинский режиссер, талантливый, очень у него много креативных идей И вот опять же, когда ты чего-то хочешь, ищешь, ищешь Я долго достаточно искала режиссера, долго делали, работали мы над аранжировкой Но вот когда мы встретились с Тарасом, сидели, общались, и я думаю, о, это оно, вот, когда он говорил о идее Сложилось, да, вот пазл как бы Да, да, то есть вот кто ищет, тот всегда найдет Мы пообщались, он рассказал идеи И, собственно, мы достаточно быстро сняли клип Вот, там будет много интересных перевоплощений Но для меня это что-то новое Вот, я должна была быть... Давай сейчас об этом, вот, о деталях этого поговорим, ну, раскроем немного полнее Чуть-чуть позже Я просто когда был у тебя на сайте, вот, совершенно недавно И когда зашел, вот, о тебе там, где написано Самое начало, вот, самый верх, да, это, наверное, преамбула, да, или так как называется И там написано, если человек действительно чего-то хочет То вся вселенная будет способствовать тому, чтобы ему помочь Цитата Паула Куэлли Да Я так понимаю, что это имеет какое-то переплетение Отношение к тому, что происходит вообще в твоей жизни И о чем ты хотела спеть вот в этой песне, которая называется «Вильна» Да, ну, вот, я когда для себя придумывала, вот, о чем бы Вот, как артист, да, ну, много талантливых исполнителей Но артист — это нечто большее Это какой-то комплекс, да, это личность, которая несет какую-то мысль, идею И я думала, ну, что же я могу такого сказать на сцене, да И мне вот почему-то захотелось вот вдохновлять людей То есть, как бы, моя миссия, чтобы каждый мой слушатель поверил в себя То есть не просто послушал песню, не просто посмотрел клип, а чтобы прям вот вот услышал, вдохновился И пошел, например, там, приготовить себе еду Ну, если он это никогда не делал, то да То есть, вот, например, я никогда не готовил, но вот мне бы хотелось И вот встал, и пошел, и сделал Или, например, какая-то девушка, которая думала, ей все время там не хватает, не знаю, умения себя накрасить Или одеться как-то, вот она пошла, это и сделала Если человек, там, мечтал о чем-то поехать куда-то отдыхать Вот он просто начал откладывать каждый раз по чуть-чуть, и у него это получилось Ну, чтобы вот каждый в себя поверил, не знаю, хочешь ты петь, в детстве мечтал Не знаю, тебе 30 лет, ну и что? Иди, занимайся, да, и у тебя получится Пусть пострадает немного, а потом тебе скажут, где не так, и научишься Ну, это же нормально, то есть, как бы надо с чего-то начинать, самое важное начать И вот я подумала, что действительно, когда ты очень чего-то хочешь, то да, вся вселенная будет тебе помогать Нужно настраивать свои мысли, не знаю, разбить вот эту большую свою глобальную идею на какие-то маленькие идеи И вот потихоньку, каждый день по маленькому шизочку реализовывать Да, потом ты смотришь, а что я сделал там за полгода, ого, то есть, как бы, ну, достаточно Вроде бы на общем фоне, когда незаметно, да, точнее, сразу незаметно, а когда смотришь в общем Да, да, то есть, вот, понимаешь, ну, неплохо, так, хорошо, и так, действительно, там, через пять лет То, что тебе казалось вообще, там, нереальным, то раз у тебя получилось, ты будешь думать, как это сделал вообще? Ну, как-то сделал, получилось И вот этой нитью ты пронизываешь полностью все свое творчество Да, да, вот мне очень хочется, чтобы мои, как бы, песни, они вдохновляли, они были и о любви, и о самомотивации И просто вот несли позитив какой-то хороший Здорово, а теперь же давай все-таки к клипу вернемся, да? Ты уже говорила о деталях клипа То есть, где образы тебе пришлось новые применять, вот, какие эксперименты, какие фишки использовали для тебя Что было вообще непривычно в подготовке именно этого клипа? Ну, интересно было поработать со стилистом Соломи и Шваб У нас были образы, которые, вот, я никогда не носила такую одежду Я люблю экспериментировать, мне это нравится Но когда ты создаешь клип, который люди будут смотреть, они будут ассоциировать тебя, да, с тем образом, который не увеет, конечно, да Да, то вот для меня это было, мне было интересно попробовать что-то новое, что-то не просто красивое, лирическое, да, такое вот романтическое И оно получились, образы немножко дерзкие иногда, вот, я сама по себе, ну, не совсем дерзкий, скажем так, человек Не такая дерзкая, да Да, но могу там что-то поэкспериментировать Ну, вот, получилось интересно Что было нового? Это я поняла, что сложно петь лёжа на ступеньках вниз головой Это такой массаж Странно, я думала, нормально было, да Ну, это было сложнее, чем я думала Такой массаж, ничего, такой хороший получился Вот, играть в боулинг на столе тоже, когда куча вкусной еды, ты думаешь, ммм, так всё пахнет А тебе ещё длинный съёмочный день Гольф, да, гольф Гольф, да Это вот эта клюшка где? Гольф, точно, да То есть ты разбивала еду или как это было? Ну, не еду, стакан, у нас было несколько дублей, мы снимали в доме, в настоящем, красивом, в стиле лофт, загородном И была задача не разбить стёкла и сделать это так очень феерично брызгали воды или стаканы были пустые они были пустые, но там были осколки это было вместо воды но ничего вроде было и страшно, но я просто первый раз в жизни держала клюшку клюшка была для левши причем и как-то это все надо сделать но ничего получилось, не разбили это уже хорошо и теперь вот твои ожидания, если мы будем говорить клип вы когда вообще планируете выпустить то есть вчера домонтировали да, ну не знаю как он зайдет в ближайшее время не будем загадывать, потому что мы себе поставили такие хронологические рамки, все быстро-быстро-быстро четко но есть какой-то человеческий фактор я думаю в ближайшие дни, плюс-минус на этой и на следующей неделе он точно уже будет на твоем канале в YouTube да, и на моем канале в YouTube и очень хочется, чтобы на музыкальных каналах вот, я только хотел сказать, что тебя же показывают на центральных музыкальных каналах именно твои клипы, твои песни то есть люди их слушают не только там у тебя, например, в Фейсбуке кстати, это тоже важный момент вы находите Алину в Фейсбуке подписывайтесь, в Инстаграме можно найти можно, конечно, Алина Башкина Алина Башкина.ком, это сайт Фейсбук, Контакт пишите отзывы, если кто был на концертах или слышал песни, для меня это очень важно и очень интересно знать ваше мнение если нравятся песни, скачивайте, слушайте и будем встречаться на концертах вот, класс, отлично, очень хороший месседж ну и об этом же говорим, да, что, то есть транслируют, показывают, берут и хотят, я так понимаю, что показывают правильно? Да, мне очень приятно сейчас украинская как бы сфера шоу-бизнеса она открыта к молодым исполнителям тем, кто пишет на украинском языке это еще дополнительный плюс, что украинский язык, вот и один из скажем так, факторов, почему Вильна на украинском, потому что вот сейчас именно есть потребность в украинской музыке и действительно когда я писала эту песню, поняла, что не так-то просто вот написать такого вот формата трек именно на украинском языке Танцевально, непривычно Да, непривычно, привыкли как-то английский, русский больше, но в принципе, если постараться, это вполне возможно Тут же ты опять-таки погружаешься в это состояние, да, вот написание песни ты ее проживаешь, ты ее прочувствовала потом еще настроение вот это музыкальное которое все-таки, она же должна еще помогать там пританцовывать, да? Да, да, ну я на самом деле сочиняла ее, я просто танцевала дома, вот С расческой что ли? Ну без расчески, но я представляла себе вот меня вдохновлял Джастин Тимберлейк у него есть песня I can't stop this feeling вот, и вот мне что-то хотелось просто эти эмоции, позитив в себе как-то наколить и вот так вот сочиняла и интересно, что в принципе язык оказалось не важен мой друг из Казахстана написал, что казахи откуда-то неизвестно скачали этот трек, поставили на дискотеке и они танцевали, им очень понравилось И вроде бы даже видео, да, ты говоришь, что тебе показывали видео с этим? Да, 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 но они ничего не понимали о чем песня вообще, но песня классная, им нравится будет, да, то есть ну как бы в принципе язык музыки он интернациональный Когда если прет, да, если зацепило, то уже тут такое Хорошо, дальше если будем говорить о том, вот что сейчас вообще как бы, ну и потребность, будем так говорить, в ротации потребность у телеканалов, например, да, и у радиостанций выросла очень сильно на украиноязычный продукт, скажем так, да То есть если говорить, например, о том, что слушатель то есть слушатель тоже требует хорошего, качественного хорошую качественную музыку, хороший качественный звук хорошей песни на украинском языке Насколько вот тебе нравится эта ситуация, которая складывается в украинском шоу-бизнесе, потому что на этом фоне появляется очень много артистов, которые раньше как бы, ну они пели то есть они занимались творчеством, у них там по 10 лет опыта уже, да И тут вот в какой-то момент просто их начинают, ну, как бы доставать в информационное поле, их песни начинают ставить, слушать клипы, снимают все круто, здорово Как вот тебе эта ситуация? Ну, если песня хорошая, то, мне кажется, она будет жить И есть такие композиторы, которые писали очень много Например, я участвовала в концерте памяти мозгового Вот, все знают песню «Мыная, Дэнь, Мыная, Нич» А на самом деле у него огромное количество очень красивых песен И Алена делала концерт его памяти, я пела песню «Коло в огню» Это романс Я ее не знала до того Но когда я ее услышала и сделала вместе с оркестром, ансамблем вооруженных сил, которым я работаю Это получился, ну, просто вот шедевр Мне очень понравилась песня Она, ну, абсолютно ничем не уступает вот этой «Мыная, Дэнь, Мыная, Нич» Просто она была вообще не использована при жизни Вот И ее почему-то не знали Я не знаю, не нашлось ли исполнителя Или, ну, вот какие-то обстоятельства И так было очень много треков, которые, ну, действительно красивые, шедевральные, но они вот лежали Или их переначали абсолютно по-новому И они зазвучали вот как современная песня И не думал бы, что там 30 лет этой песне Песни, да Да, поэтому это очень круто А то, что касается вот исполнителей, которые сейчас творят Ну, я думаю, им приятно, что их песни находят, ставят Если, ну, опять же, если трек действительно стоящий, то он будет жить А если новые исполнители, новая музыка будет интереснее, качественнее, как-то более актуальней То этот период пройдет, и вот эта новая музыка, она все равно поглотит старую Вот, поэтому не нужно расслабляться, а нужно работать Нужно делать, да, да Ребята, особенно, знаешь, это обращение к тем, кто уже давным-давно делает И почему ты думаешь, что на своем опыте, да, вот и на авторитете на каком-то у них еще вот Ну, может быть, все равно, да, конечно, существует авторитет, какой-то опыт Но я вот сейчас смотрю, там, это ландшоу и какие-то концерты И действительно классно, у нас очень много появляется артистов и молодых, и уже известных Но они как-то по-другому начинают Раскрываются Да, раскрываются И реально классная музыка, качественная, и хочется ее слушать И какая-то гордость, что это украинские артисты, украинская музыка Неважно, на каком она языке, но вот это ребята творят вот рядом с нами И это вот действительно, как была ассоциация Просто что украинская, это вот как-то там второй сорт, да, не очень То есть есть там другие получше, покачественней То сейчас, ну, там, семимильными шагами, как получается Но все очень стараются, и уровень растет И реально, вот, да, только хотел бы там сказать, что растет уровень, качество, да, музыки И вообще, то есть вообще весь подход абсолютно поменялся Да То есть сейчас песню на украинском языке, ну, прям, круто, в общем, слушать Поэтому тебе огромное спасибо, что ты делаешь на, вот, Вильню, например, да Это как раз одно из того, что, чтобы прозвучить на рискотеке Да, да, да Что можно послушать в машине, что будет звучать на радио Ну, и вообще, вот, круто Ты упомянула о том-то, что, вот, по поводу ансамбля «Збройных сил Украины» Да Как давно работаешь с ними? Потому что, ну, вот, ты же сама об этом упомянула Что, знаешь, это такая себе кузница величайших артистов Украины, будем так говорить, да Почему, зачем, насколько тебе нравится, насколько это сложная работа, наоборот, простая работа Вообще расскажи об этом Ну, тоже могу начать с того, что мысли материальны Вот, они осуществляются И я такая сама по себе трудоголик, очень активная С самого детства мне надо было на трёх-четырёх стульях сидеть Вот, и когда я приехала в Киев, мне хотелось как-то работать, зарабатывать Вот, опять же, там, мне хотелось, не знаю, какое-то платье купить или сапоги Денег нет, где их взять? Надо заработать Вот, и я думала, где бы мне так заработать Вот, и мне вот почему-то в 17 лет вот прям петух меня клюнул Хочу работать, хочу работать с оркестром И я начала искать, ну, то есть я вообще не знаю никого, где же можно работать Я вот узнала, что есть такой коллектив Вот, как оказалось, он назывался ещё Киевского военного округа И когда я шла туда на прослушивание, я думала, что я иду в этот коллектив Вот, а оказалось, что это ансамбль вооружённых сил, там работала Злата Огневич Но я подумала, там же уже Злата Огневич работает Тогда она ещё была, там, только начинала Ещё её никто не знал Но я думала, что там один солист Думаю, пойду в другой коллектив Оказался один и тот же, но неважно Да, да, вот Меня взяли, как бы сначала я работала бесплатно Потому что мест нет, очень много желающих, но мало мест Их не было, я год работала просто так Мне очень хотелось Вот, я как бы себя проявляла, что я и так, и так могу и петь, и танцевать, и всё могу Вот, меня взяли, и вот уже 7 лет я работаю в этом коллективе Но это определённая специфика, это военный коллектив Но мы поём не только, там, военные песни Только хотела в этом спросить, что это получается, ну, то есть там какой-то оркестр Какие-то эти все инструменты, и всё только сугубо, знаешь, вот о военном Нет, нет, у нас оркестр есть, хор и балет Поём мы и эстрадные песни, и народные, и какие-то патриотическая лирика, естественно, присутствуют Вот недавно у нас был министр Грузии приезжал Я спела на грузинском, и он пригласил меня в Грузию Как здорово! Да, сказали, что я пою как грузинка Очень приятно? Да, очень приятно было на самом деле Ну, то есть вот, например, сегодня нам сказали, а через там 5 дней уже нужно спеть Вот, то есть в этом и заключается... Учи, готовься, то есть всё Да, ты должен вот очень быстро реагировать Так же было с литовской песней, никто не знает литовского языка, я тоже Песню тоже никто не знает, но я как-то нашла литовскую песню, мы сделали аранжировку И не зная вообще, известна она или нет, все встали вот так Вот оказалось, это известная песня, Литва, Лилия, всё прекрасно, все были счастливы Ну вот, в этом вся сложность, что нужно быть всегда готовым, быстро И очень быстро адаптироваться Да, и бывают, ну, естественно, разные концерты Бывают в военных госпиталях, бывают на каких-то стадионах Бывает во Дворце Украина у нас был концерт 75-летию ансамбля Очень большой, как бы такой праздник То есть коллектив это один из самых таких, как бы, старожилов украинских Мощных, скажем, да То есть, естественно, когда какие-то праздники, там, военные песни То это, ну, наш конёк, скажем так Вот, ну, это хорошая возможность попробовать себя и с оркестром, и с балетом И в разных интерпретациях Вот, и... И всё-таки, знаешь, выходить на сцену серьёзного уровня Выступать перед достаточно непростой аудиторией, наверное, да Всё-таки это взрослые люди, скорее всего Да У которых вот уровень требований к артисту, который выходит к ним, да Он намного выше, чем, например, у тех людей, которые просто пришли Например, на дискотеку, да Или там просто пришли где-то там на концерт Да И я так понимаю, что, наверное, это же тебе и помогает сейчас делать своё творчество Ну, на достаточно высоком уровне Ну, это хорошая практика, это хороший опыт То творчество, которым я занимаюсь, оно по стилистике своей музыкальной, но кардинально разное То есть это, скажем так, популярная музыка для простых людей, вот, для невоенных Чтобы было весело, да Чтобы было весело, да, позитивно Но я думаю, в принципе, и когда я пела там свои песни солдатам или там военным, им тоже очень нравилось Они хлопали То есть как бы это возможность попасть в обычную среду, в мирную среду, в позитивную Вот, и как-то вернуться домой, скажем так Вот, почувствовать себя рядом с любимыми Опять же, когда сидят ребята, мальчики, которые отдали от дома То выходят к ним девушки петь У них какое-то, да, чувство немножко другое Они как бы чувствуют себя немножко, да, как на дискотеке, как всё хорошо Вот, поэтому, ну, это хорошая возможность попробовать себя с разных сторон этот коллектив И, естественно, ответственность, что после, что в этом коллективе начинали свою творческую деятельность Очень успешные артисты, как Тина Кароль и Злата Огневич и другие Уже более старшего поколения артисты Коллектив всегда в хороших концертах принимает участие Поэтому это хорошая, как бы, такая площадка, старт И ты же говорила о том, что если это песни, например, не просто, да, вот там, военного направления То какие это ещё песни? В каком стиле? Ну, то есть, какая это вообще музыка? Ну, это народные песни, там, я делала «Посред поля цвет», «Ой, журавко» И грузинские песни, и армянские, и вот «Колу Натали» — это был романс И одесская композиция у нас у Тёсова есть То есть это такое что-то позитивное Есть очень красивая молитва за мир Это «Прея» — это Линдион и Андрея Бачелли исполняют «Вечная любовь», ну, то есть, как бы... Совершенно разнообразно Да, совершенно разнообразно Это и там «Суэй» — мы можем спеть и по роли Ну, то есть, очень большой разный диапазон Вот, ну, естественно, как бы, когда это с оркестром, то это всё так красиво, чинно важно Вот, по поводу оркестра У тебя же есть ещё одна активность, да, вот, скажем так, творческое воплощение Это «Лордс оф саунд» Да Чем ты занимаешься там? Какое, насколько это плотное сотрудничество, да? И я же так вот понимаю, что вы вместе гастролируете, вместе готовитесь, выступаете, живёте практически вместе О, живём, ну, не совсем вместе, когда на гастролях, да, мы очень часто друг друга видим Вот, оркестр «Лордс оф саунд» — это, на самом деле, уникальный оркестр для Украины Особенностью его является то, что они исполняют саундтреки к кинофильмам Вот, и это один из самых гастролирующих оркестров в Украине У нас уже были гастроли в Беларуси, сейчас вот будет в Польшу поездка Очень радостно, что зритель украинский, он приобщается к музыке и к оркестровой музыке Многим кажется, оркестр — это что-то очень серьёзное, очень сложно Вот, но если это саундтреки к кинофильмам, например, то человек, он смотрит на оркестр, смотрит фильм То есть идёт видеопроекция, идёт живое взаимодействие солиста, меня, например, да, с публикой И это энергетический какой-то посыл, это очень интересно У нас вот недавно были гастроли в Мариуполе, в Покровском, в Днепропетровске, Харькове И радостно было, туда приходили простые люди, в зоне АТО мы были впервые То есть уже не для военных, а просто для зрителей Да, Lords of the Sound — это для просто людей, как бы на коммерческой основе билеты продаются Без привязки, я понимаю, да Без привязки, да То есть любой зритель может прийти Люди были поражены, они шли на оркестр, ну не знаю, что это будет Но они вот просто на одном дыхании сели, рот открыли И как, это уже всё, вот все билеты были проданы, там, в оркестровой яме продавались Если она там была, мест нет, вот настолько большой ажиотаж И поняли, что, ну, оркестровая музыка — это классно, это очень интересно И на самом деле очень приятно Вот это тоже была одна из, ну, как бы, моя мечта — петь песни с оркестром Вот, к этому же, да, я веду, что, то есть это твоё реальное творческое проявление Совершенно в другом стиле, в другом формате А насколько это тебе помогает привносить что-то новое в своё творчество? Ну, это, опять же, выходить на самые большие площадки, там, оперные театры, драматические театры Это, вот, действительно, это большая ответственность, когда люди полный зал, они чего-то ждут И ты поёшь, там, гениальные композиции, которые пели Селин Дион или Лара Фабиан Или, там, из кинофильма «Гравитация», там, очень сложная композиция, такая неземная Или это «Crazy in love», и ты в роли Бейонсе зажигаешь Просто, да, ага Да, ну, или это какая-то роковая композиция, то есть абсолютно разные, нужно перевоплотиться Это, ну, это невероятное чувство, когда, вот, живой оркестр вместе с тобой И зрители, незнакомые абсолютно мне в разных городах приходят, дарят цветы Да, не мои знакомые, которые пришли посмотреть Обычно, да, поддержать А вот просто непонятно, вот, меня впервые видят, и потом пишут в Инстаграме, в Фейсбуке Что очень понравилось, и когда вы будете снова Это очень вдохновляет И у меня, вот, следующая мечта, хотелось бы, вот, свой репертуар Чтобы настолько, вот, он широко был известен И приходили уже потом на мои концерты Может быть, с оркестром, вот, это будет очень большое счастье Был недавно твой концерт, сольный Да Как он прошел? Вот, как ты сама чувствуешь? Выложилась ли ты на все 100%, да, вот, ну, и получил ли твой служитель, который пришел на твой концерт То, чего он хотел? Ну, в общем, как бы, расскажи о том, как это происходило вообще, да Сложно, несложно, все-таки, опять-таки, самой подготовить уже, да, там, команда, творческая группа Вот, кто, что, как Вкратце Да, ну, концерт «Ты изменил мою жизнь», вот, он тоже так, вот, название «Ты изменил мою жизнь» Это по названию моей песни, на которую я сняла клип, вот Это случилось после проекта «Голос краины», опять же, это какой-то такой толчок Вот, что нужно, есть возможность развивать свое сольное творчество Те песни, которые я писала, я решила их, вот, начинать реализовывать и показывать широким массам Вот, после клипа решила поддержать это, вот, сольным концертом И ты изменил мою жизнь, это песня о любви, но, опять же, это, вот, внутренний посыл, что ты можешь менять свою жизнь И только от тебя зависит, в какую сторону ты ее изменишь Но о любви Ну, о любви, да, то есть вот песня о том, что очень часто мы любим кого-то, да, или вот есть близкий человек, но мы не ценим это И только тогда, когда теряем, мы начинаем осознавать, что вот это было то самое И вот эти все перемены человек может показать, насколько что-то важно, когда вот он потеряет, да, вот это счастье И концерт я организовывала сама, ну, вот там, со своей командой Меня поддержали мои музыканты, им большое спасибо И на самом деле я не ожидала, что он так хорошо пройдет Подготовки были, ну, достаточно сложными, но быстрыми, это такая вот авантюра Потому что это было впервые А давайте сделаем концерт, а, давайте Да, ну, вот приблизительно, когда так Да, давайте сделаем концерт, ну, давайте И я впервые пела свои песни вот в одном концерте Это полностью был концерт из моих авторских песен Вот И на удивление мне было, на самом деле, концерт это уже не в первый раз, да И там и сольные, когда я много пела Но вот именно свое творчество показывать Что ты уже пригласила всех не просто, да, а вы пригласили, приходите ко мне Да, это волнительно, как воспримут мои песни, но очень хорошо восприняли И я поняла, что в следующий раз это можно будет еще больше оглашать Потому что изначально я приглашала там самых близких И, ну, естественно, кто придет, вот кому это интересно Ну, у тебя же, то есть, есть друзья там, да, фейсбучные, скажем так Да, есть там поклонники творчества, есть люди, которые... Пришла даже моя учительница первая Как здорово Это удивительно, потому что я из Донецка, она вот приехала в Киев И увидела просто где-то афишу И вот решила купить билет и прийти Мне было очень ее приятно видеть Вот Много было знакомых и незнакомых людей Но отзывы были очень хорошие И вот я надеюсь, что еще больше репертуара накоплю Следующий концерт будет масштабней, как-то интересней Это было с балетом и музыкантами Вот Но дальше будет еще интересней И вот об этом, что будет дальше, да? Вот как раз наше время вот подходит к тому, что самое время поговорить Пообещай что-то, чтобы мы вот зафиксировали И ты обязательно выполнила Возможно, не пообещай Ты уже знаешь точно наверняка, что В каких-то датах, в каком-то месяце у тебя там будет Тогда выступление, тогда концерт Вот что у тебя планируется? Ну, планируется Завтра в Виннице будет концерт В четверг будет в Житомире концерт Это с ансамблем вооруженных сил мы едем Вот Планируется Rock and Love концерт Сольный, такой совместный проект с духовым оркестром, с национальным Вот Когда он еще будет, я не знаю Но мы уже программу подготовили Сейчас просто вот с датами решаем, когда это будет Вот Ну, естественно, самое важное для меня событие Это вот выход клипа Кому понравится песня, слушайте ее в Ютубе Она уже есть на iTunes На всевозможных радиостанциях звучит Вот Если кому она понравится Скачивайте себе на телефон Хорошее настроение вам обеспечено Ну и клип, естественно, вот Мы ждем очень сильно И очень хочется, чтобы он понравился Вот И я уверен, он понравится Знаешь, вот чувствуя твое настроение И то, как ты об этом, обо всем рассказываешь Я в этом на все 100% уверен Ну и наше время Там вот, собственно говоря Заходите Подписывайтесь на Алину Башкину В Фейсбуке, в Инстаграме В ВКонтакте-то есть? Есть В ВКонтакте На Ютуб-канал тоже подписывайтесь А это Обозреватели Лайф С вами был Сергей Разумовский Алина Башкина Хорошего дня Хорошего дня, спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Алина Башкина